Всё будет хорошо, мы победим обязательно, и Белгород переживёт тяжёлые времена. Евгений Поддубный, военный репортер ВГТРК, работает в самых горячих точках мира, снимает документальные фильмы и эксклюзивные сюжеты, руководит бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Камера номер 2 запущена, фокус на месте, контрольная проверка звука, пару слов подверите, пожалуйста. 122, 123, 124, 125, 126. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всё, всё выключил. Здравствуйте, меня зовут Александр, я ученица школы 1501. Большое спасибо, что согласились дать нам интервью и выделили время. Здравствуйте, Саша. Почему вы выбрали именно эту профессию? Вас тянуло к войне? Я родился и рос в то время, когда война всегда была рядом. Вообще в России не было поколения мужчин и немного женщин, которые бы не воевали. Так моя жизнь сложилась, что я стал репортером. И, собственно говоря, начал работать в зоне боевых действий. Мои друзья, с которыми мы росли в одном дворе, поступили в военные училища, стали офицерами, принимали участие в боевых действиях. Я вот таким образом участвовал в этом процессе. Сейчас многие хотят стать военными журналистами. Можно ли каким-то принципом понять, подходите к этой профессии или нет сразу? Думаю, что есть определенное количество молодых людей, которые решают, что для них это будет специализация. И таким образом они и себя реализуют, и пользу Родине принесут. Но я бы не сказал, что это большое количество даже студентов факультета журналистики. Какие ваши любимые предметы были в школе? Вы были примерным учеником или хулиганом? Нет, я был хулиганом, который очень хорошо учился. Литературу очень любил, английский язык любил, математику любил. Ну, даже не математику, а геометрию больше. У меня вообще была очень хорошая школа, очень хороший класс. Слово это такое, что вас узнают на улицах? Если да, то как вы на это реагируете? Случается. Меня в основном узнают люди, которые смотрят постоянно новости в силу профессии своей. Конечно, военные. Так, чтобы меня узнавали, как будто я рок-звезда. Да нет, конечно, такого нет. В метро спокойно езжу. Вообще, вот публичная составляющая профессии меня не манила никогда. Мне ремесло свое хотелось делать. Съемочная группа работает на передней линии в северной стороне со стороны. Под прикрытием бронечащики мы подходим к чередовым позициям. Борьба идет в каждое здание. У вас есть хобби? Как вы отдыхаете в свободное время? Я занимаюсь глубоководными погружениями с квалангом. Я катаюсь на лыжах. Я занимаюсь стрелковым спортом. Масса интересных занятий, которые требуют, на самом деле, очень серьезной подготовки. Времень не часто сейчас получается из-за работы, но в целом декомпрессионные погружения на большие глубины – это очень интересный процесс. А какую музыку слушаете? За рулем или в свободное время? Я поклонив рок-музыки и современный рэп слушаю. 25-17, вот с 2014 года. И сам на гитаре играю, кстати. Вот недавно. Новый электрогитарный. Классно. Ну, она как новая. Она просто новая. Модель-то очень старая. Это Fender Stratocaster. Вот что я не люблю, так это вот пластилиновую музыку. Какую-то такую попсовую совсем. Но это нормально. А вы сами выбираете страны для своих командировок? Так, проснулся Евгений Евгеньевич, почесал голову. Поеду-ка я в Сирию. Не так это работает, конечно. Есть редакция, есть руководитель, есть информационные поводы. А могу ли я инициативу провести? Конечно, могу. Но это все некий коллективный процесс, конечно, но большой организации. Хорошо. Бодрит противник. На вашей работе бывают самые такие страшные ситуации. Как вы собираетесь в трудные минуты? Не только в моей работе бывают ситуации напряженные. Есть огромный список профессий, где такое случается. Конечно. Механизмы у всех примерно одинаковые. Ну, принимать верные решения ежесекунду. Ну, ничего сверхъестественного я не делаю. Просто делаю свою работу. Бьют из пушки, используют осколочно-фугасные боеприпасы для того, чтобы уничтожить террористов и не допустить прорыва на эту стратегически важную высоту. Назовите три качества, которыми должен обладать человек в вашей профессии. Человек вообще должен обладать всеми качествами в любой профессии. Надо быть добрым, надо уметь сострадать. При этом вот сострадание, соучастие, сочувствие, оно не должно тебя делать мягким. То есть нужно сохранять внутри определенный стержень, который позволяет иногда принимать жесткие решения. Вы родились в Белгороде. О событиях там сейчас часто говорят в новостях. Вы переживаете за своих земляков? Я переживаю за жителей всех русских городов. Конечно, я за друзей переживаю, за маму за своих переживаю. Но это не что-то такое, вот я за земляков переживаю. Я за всех наших граждан переживаю. Белгород когда-то, в XVII веке, был засеченной чертой русского государства. Это был рубеж, на котором наши воины останавливали кочевые племена, которые пытались напасть на наши страны. Вот сейчас исторически так вышло, что этот статус вернулся. Неожиданно для многих в новейшей истории какое-то время Белгороду вновь придется побыть засеченной чертой. Все будет хорошо, мы победим обязательно, и Белгород переживет тяжелые времена. С Подарюшина и подъезда к населенному пункту противник до сих пор обстреливает, использует ствольную артиллерию, использует ударные ФПВ-дроны. Но, конечно, интенсивность заметно снизилась по сравнению с тем периодом, когда противник вел активные атакующие действия. Вы рассказали, что вашим любимым предметом была литература. А сейчас вы любите читать? Есть книги, которые перечитываете по нескольку раз? У человека не может быть выбора любить читать или не любить читать, потому что человек должен мыслить, а чтобы мыслить, человек должен читать. А нет другого способа заставить свой разум двигаться, кроме как книги. На войне люди умирают. Как вы справляетесь с потерями? Как и все. Я, конечно, переживаю потери. И сам не хочу умилать. Мне есть ради чего жить. Но борьба за собственную правду, она связана иногда с тем, что человек может распрощаться с жизнью. Я верю в Бога. С Богом смотреть на смерть легче, как мне кажется. Спасибо вам большое за интервью. Было очень интересно с вами пообщаться. Думаю, не только мне, но и нашим зрителям. Ну и хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует...